Добрый день дорогие друзья, с вами Некрос и добро пожаловать в игру Dead by Daylight. Сегодня мы играем за нового мана, это близнецы Шарлотта и Виктор. И смотрите, значит, можно играть за Шарлотту, а можно за Виктора. Виктор бегает очень быстро. И может нападать в прыжке. Так, и может подсказывать Шарлотте, где находятся враги. Точнее, Сурвуи. А сама Шарлотта это просто обычный пеший ман. По-моему, карту обновили, да? Ой, какие-то новые эти появились, да? Предметы. Я так понял, что там этот Виктор подсказывает, где Сурв бегает. Так, палетки нужно все рашить. Смотри, какие хитрые. Так, ломаем палетку. Тут где-то Мэг ходит. Так, где Виктор? А, Виктор... Погодите-ка, Виктор где-то... Где-то бегает. Виктор нападает на Сурву на какого-то? А, да, смотрите-ка. По значку видно, что Виктор все еще нападает на какого-то Сурва. Причем он из-за этого, по-моему, не может шкафчики использовать. И... Да, да. От Виктора, короче, отбился Сурв. А где сам Виктор? А, нет, не отбился. Виктор все еще на кого-то нападает. По-моему, там эффекты забывчивости влияют на... На игрока. Смотрите-ка, все ранены. Я не понимаю, где Виктор. А, вон он. Виктор там. Игрок не может, по-моему, использовать шкафчики, пока Виктор его атакует. И... Забывчивость, вроде как, у него, типа... Он не услышит приближения Шарлотты. А что это за стол такой? Это что такое? Слышите? Это Виктор. Он атакует. Поэтому его и нельзя это вызвать, типа. Потому что он все еще атакует. Ну, так манстер, конечно. И видно, да, где Сурф? Смотри, его подсвечивает. А что это за дом такой, интересно? Я не понял. А, это лачуга такой глядит? Тут они, конечно, бегают. Вообще не догнать. Ну, а Шарлотта сама по себе, она же, ну... Просто пеший ман. Ну, а Шарлотта сама по себе. А, слушай, ну, они вообще жесткие. Вот это они жесткие. Ой, а где крюк-то? Так, погоди, а почему за Виктора играть нельзя? Не работает способность. Непонятно. Очень необычный персонаж, конечно. А по поводу способностей. В принципе, из всех трех навыков, самый сильный, как мне кажется, это навык, который называется притеснение. Когда вы повреждаете генератор, снижается прогресс еще нескольких случайных генераторов. Три штуки. Если один из этих генераторов чинят, запускается сложная проверка реакции для каждого выжившего, участвующего в ремонте. А остальные два навыка, мне кажется, не такие сильные. А именно, это навык добивания. Вы получаете жетон за каждый законченный ремонт генератора. Использование жетона позволяет увеличить расстояние следующей атаки с выпадом на 80 метров. То есть, Виктор сможет атаковать в прыжке еще дальше. А он и так далеко атакует. И навык... Навык, по-моему, Скопидом называется. Да. Вот он. Вы получаете уведомление, когда выживший возится с сундуком или подбирает предмет в 48 метрах от вас. Если у вас достаточно очков появления, появятся дополнительные сундуки. Две штуки. Такой вот персонаж. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok